Компьютер. Началось? Да. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодняшнее наше заседание посвящено памяти Руфи Александровны Агеевой, постоянного члена нашей комиссии, активного организатора всех мероприятий. Давайте вспомним о ней, поделимся впечатлениями. Пожалуйста, кто хотел бы начать? Ну, я бы мог начать, если вы не против. Может быть, если можно с личного сначала, просто не все знают. Татьяна Петровна позвонила, мне как-то попросила помочь, отреагировать на просьбу родственников Руфи Александровны. Правда, сама захворала в тот день, когда нужно было поехать, и мне пришлось поехать самому. Я поехал в квартиру Руфи Александровны, чтобы посмотреть библиотеку ее. И потому что родственники планировали делать ремонт в квартире, значит, и что-то нужно было решить с библиотекой сделать, забрать, может быть, те книги бесценные, которые в ее библиотеке сохранились. Это было при жизни, но Руфи Александровна уже приболела. И она находилась в специальной клинике, где ей был обеспечен уход. Ее сын врач. И как раз вот не жила у себя в своей квартире, где, наверное, многие из нас бывали, она приглашала к себе. Я несколько раз у нее был, и вот в последний раз, как раз когда нужно было забрать библиотеку, пришлось несколько дней ездить, потому что, ну, я, естественно, в будни не могу, это только по воскресеньям было, и библиотека настолько большая, что растянулась на месяц. Я три раза, три воскресенья забирал на машине огромную-огромную ее коллекцию, где, конечно же, вся классика топонимической науки, собрана. Эта коллекция в сохранности. Но так получилось, что буквально через какое-то время вот пришло это печальное известие, что Руф Александр и не стало, потому что, к сожалению, у нее серьезные были проблемы со здоровьем, вот из-за этого пришлось в клинику поместить. Но ее библиотека в сохранности и тоже присоединилась к библиотеке Евгения Михайловича Поспелого, которая тоже в значительной степени сохранена у меня. Так что постепенно, наверное, коллекция нашей топонимической комиссии, вот она объединяется. Нужно будет, конечно, подумать какое-нибудь помещение. К сожалению, помещения сейчас у нас нет, но тем не менее. И прикоснувшись к этим потрясающим книгам, которые, как это правильно сказать, обработаны, значит, с карандашом, что называется, изучены Руфи Александры, отдельный блок, это ее собственные труды. И, ну, что сказать, что вот ее работа с литературой, с научной литературой, то есть там вся фундаментальная, конечно, научная литература, которая касается, ну, вся топонимика, топонимическая литература, в значительной степени этнография, археология, это те сферы, которыми она интересовалась и, ну, профессионально, профессионально, потому что мы знаем, что ее работают, содержат ссылки на эти источники, и вот именно инструмент, как это производилось, я знаю не понаслышке, конечно, перебирая все-все-все эти потрясающие книги и ее книги, которых много, это человек, который, ну, что говорить, это с моей точки зрения, и, наверное, надеюсь, согласятся, это классик нашей топонимической науки, она сделала большой вклад, ее серьезные фундаментальные исследования в особенности гидронимические, они вошли в коллекцию наших знаний, классических знаний, представлений о научных топонимических исследованиях, она большое внимание уделяла другим, например, этнологии, этнологическим, ее книги посвящены вот какому роду племени, знаменитые словари, такие фундаментальные, фактически энциклопедические работы, кроме этого, кроме того, что она большой ученый, знаете, как последний раз, когда я приезжал к ней, там была ее внучка, у нее молодая совсем внучка, ну, видимо, либо старшеклассница, либо студентка уже, и ей помогали ребята, значит, друзья, ну, совсем молодые, совсем молодые вот коллеги, ребята помогали грузить, потому что там разбирали эти шкафы, ну, и ребята, молодежь, вот сейчас сколько им там, по 20 примерно лет, может, помоложе, 18-20, и они обсуждали, так посмотрели, что я так заинтересован этими книгами, ну, кому сейчас нужны вот эти потрясающие книги, и я как бы объяснил ребятам, что, вы знаете, вот, ну, и я говорю, ваша бабушка, она один из наиболее уважаемых в нашей стране специалистов по своему направлению, это большой ученый и очень серьезный такой исследователь, они, конечно, у них глаза так открылись, я говорю, да, даже вроде бы просто грузим какие-то там ящики, а они так притихли, и, ну, мне было очень приятно, что я могу со стороны объяснить, к чему они прикасаются, и я уверен, что уважение к Руфе Александровне, почтение ее научному таланту останется, конечно, навсегда, это наша золотая коллекция, но кроме этого, Руфа Александровна была замечательным человеком, мне очень горько произносить, вот это была, потому что это достаточно внезапно, хотя мы все знаем, что она последние годы немножко отошла от активного взаимодействия в силу вот обстоятельств, связанных со здоровьем, но всегда, когда касался вопрос вот этого взаимодействия между молодыми, подрастающими, начинающими, топонимистами, каким был я, когда она меня встретила, было 20, получается, с лишним лет назад, и я безумно благодарен, что могу считать в некоторой степени ее учителем, и хотя она очень-очень всегда на вы, с уважением, и ты чувствуешь какое-то равноправие, ну, вот это очень дорогого стоит, потому что, конечно, на нее смотришь вот с такими восхищенными глазами, и если надо было, она не жалела никогда себя и полностью помогала, отвечала на просьбы. Мы вместе с ней, с Андреем Васильевичем, возродили вопросы географии. Сейчас эта серия, классическая серия, в которой заложен фундамент теории географической науки по всем направлениям, и в том числе огромный блок топонимический, он не издавался. И вот в 2007 году скончался Евгений Михайлович Поспелов, и мы, конечно, вот приняли решение подготовить сборник в честь, в его памяти, была большая, огромная работа, и этот сборник вышел, возрождая серию, нашу легендарную серию вопросов географии. В этом огромный вклад Руфи Александровны, которая все труды, все сборники, всю эту огромную редакторскую работу делала дни и ночи, уже-то я знаю, что и по ночам мы работали на износ, не покладая рук. Она делает все самоотверженно и на высочайшем, на высочайшем научном уровне. Ну, я всегда буду помнить и любить Руфи Александровну, и благодарить ее за то, какая она была, и что она оставила после себя для нас, для нашей топонимической комиссии, для коллег, для студентов молодых, потому что она сам, всегда принимала участие в студенческих конференциях. Я думаю, мы обязательно вспомним об этом на следующем заседании, когда будут студенты, и многие из них скажут, да, да, потому что Руфи Александровна будет, это такой авторитет. Конечно, они все ждали этой встречи, так было всегда, и, конечно, она останется с нами в своих работах, поэтому это однозначно. Это моя позиция, надеюсь, вы поддержите меня в этом. Все. Безусловно, спасибо. Еще кто-нибудь хотел высказать свое мнение? Давайте я продолжу тогда. Вот Андрей Атемович вспоминал, как он пришел, студенты мои. Я вспоминаю 1978 год, 1978, когда я участвовала в студенческой конференции, и тогда был и Никонов, и Мурзаев, и многие корифеи, но Руфи Александровна сразу запомнилась, потому что перед корифеями мы рабели, а вот совершенно верно было сказано, Руфи Александровна с нами разговаривала как с равными, и даже если она не разделяла результаты наших изысканий, тогда еще студенческих, она всегда удивительно тактичная, пыталась направить нас в нужное русло. Я вспоминаю, как я с таким вот пиазетом смотрела, как сам Эдуард Макарыч Мурзаев говорил, вот Руфи Александровна, мне надо с вами посоветоваться, говорил он, тогда Руфи Александровна была еще молодой такой женщиной, и мне надо же, говорю, сам Мурзаев советуется, так что для меня сразу она стала авторитетом, для меня сразу открылись ее работы, потому что я интересовалась тополемикой, и занималась польском, московских названий, а потом, когда мы уже стали коллегами, когда мы подружились, я могу так сказать, да, потому что сложились очень хорошие отношения, мы работали вместе над двумя изданиями словарей улицы Москвы и имена московских улиц, и это была такая удивительная работа, вот со стороны Руфи Александровны, такая скрупулезная, тщательная, она так за каждое название ручья и речушки прудика билась, и искала материалы, и привлекала тех, кто может это узнать, а потом, когда мы стали заниматься студенческими конференциями, ну, это было просто особое отношение к студентам, вот, когда Руфи Александровна немножко остранилась, уже и перестала редактировать то, что присылают нам студенты, я поняла, какой это огромный труд, потому что самой пришлось взяться за это, и поняла, сколько вот она действительно всего отдавала студентам, потому что она просила адрес, она говорила, я напишу, я вот расскажу, я посоветую, и вот это неформальное отношение и желание просветить, вообще вот наша миссия действительно просветительская, я с возрастом все понимаю все больше и больше, потому что студенты знают все меньше и меньше, и важно не сердиться, а попытаться просветить и открыть им то, чего они не знают, вплоть до того, что мы просто теперь им книжки показываем живьем вот у меня в кабинете в этом книге, потому что они их уже не видят в таком натуральном виде словаре, они при онлайн привыкли пользоваться. Вот Руфья Александровна удивительный просто человек, потрясающий ученый, и работы Руфья Александровна не устареют, я уверена, потому что там очень продуманный и достоверные сведения содержатся и об анонимах, и о гидронимах, и о московских названиях, поэтому для меня это было утраты, и навсегда Руфья Александровна вот уже вошла в мою жизнь, она так в ней останется, светлая память ученому и человеку удивительному. Спасибо. Еще кто-нибудь хотел воспользоваться? Давайте я. Давайте. Я бы вообще-то хотел сначала ученый пророк, а потом дилетант. Я не согласен к такому разделению. Ну ладно. в дилетантах. Трудноправный член нашей комиссии. Я не об этом говорю, это ученые в гематике как-то, а я, честно, как говорится, не только ученые, но и человеческие гематике. Я совсем согласен, что тут говорили из того, что я знал. Рука Александровна, в моем понятии, это человек хорошей, большой души, никогда не отказывающий ни к чему. Мы перезваниваем, вот я, у меня там что-то топонимические вопросы возникают, я трубку снимаю, в любой время, если она сзади, она говорит, что я перезвоню. И она там, если у нее там это, она в любое время, я, как правило, не перезвонил, сразу решали вопрос. Например, такой вопрос был у нас насчет деревни Велетникова. Нет в словарях ни у Паспелова, ни у Вагнера, нет этой деревни. Велетникова, да? Велетникова. Это Истринский район, граница Красногорска Истринский район. И меня это очень интересовало. Почему нет? Вроде как бы это антропо... Ну, должно быть фамилия, да? Велетникова. Как-то. Но первая Александра полезла в компьютер, не сразу, через день, через два, говорит, знаете, только одно название в Украине, Велетники. И, значит, я полез в библиотеку, нашел эту такую немецкую литературу, на хаинском языке, это точно Велетники. Причем такое совпадение, это понятно, это не обязательно, что-то от этого, от этого. Ключ уродник там медалеку и здесь медалеку, и украину, и нашу. Срабли. Курганы тоже, полно курганов, особенно у нас. Там-то поменьше вот кургары и нету разъяснений. Откуда это название? Ни у на Украине, ни у нас. Я говорю, не в нашей такой местности порядке. Берешь книгу «Истринская земля», и там, значит, что это название менялось. То ли это ошибки, буква одна, Велетникова, Велетники и так далее. Ну, я просто сейчас не помню название. И только перечисляются владельцы. куча владельцев, но ни одного такой фамилии. И вот, значит, что такое Велетники? Ну, я до сих пор не знаю, это имя не может такое быть. Этимология не установлена. Этимологии нету, в зависимости от того, я не нашел. а я как фантаст, понимаете, да, или там, у меня сразу начинается, что Велетники это были там, ну, опять одна буква мешает, чертики. Ну, не чисто сила. С Велесом что ли связывается с Велесом или что? Это уже моя кистофическая, так сказать, понимание. То есть, что-то, а почему? Потому что у нас здесь, извините, моя киня, синий там есть синий камень, да? Нет, у нас, возле Краснодарской. А там нету. Но там есть где-то вдалеке, ну, это на Украине, там, по-моему, кто. Вот. Но это, я говорю, знаете, так мы не пришли к общему заключению. Велет, это, вообще-то, тюрсты, наверное, да, султан Велет был такой мне. Вот. Тут, ну, не знаю, чего производить. Вы-то по-неместу, вот вам задачу, если, конечно, интересно. Вот. Короче, вот мы такие, да, еще слово депо. Склоняется, не склоняется, но там анекдот был такой, что в царское время идет Александр, я не помню, какой там, второй, первый, и солдат стоит там на корабле. Ну, он говорит, ты куда идешь? Он говорит, я иду в ДП. В ДП. Александр спьется, ну, ты дурачок говорит, ну, так, ну, как, вы не депо. Не ДП, а депо. Он говорит, не склоняемся к слову, Александр Римонов. Никак нет Вашего величества, перед Вашим величеством все должно склоняться. А вот действительно лад, город, но понятно, одни, а там все, а вот депо. Если, допустим, было депо, потом развалилось урочище, и населенный пункт остался, поселок. Его как сказали. на французский лад. Ну вот, значит, мы все время у нас такие были полемические. Она говорит, Игорь Медович, вот вы заболели своим Велесоном. И вам хочется, чтобы вот это так было, Игорь Грунгерсонов вы меня извините, мне так действительно хочется, но я не могу идти против того, что вы меня заражаете. Вы с научной точки зрения, а я пока дилетантский, поэтому я не могу это говорить, так утверждать. Вот. Ну и затем мы, в общем, иногда ругались, тоже не осталось как-нибудь перекатно, но в общем, что касается вот ее болезни, она мне говорила, меня врачи признали инсультом. А потом она восстанавливалась, и, видимо, уже пошло, процесс пошел. И, значит, я на квартиру к ней боялся заходить. И вот почему. Как-то мы разговаривали по телефону тоже. Я приходил к ней, но в квартиру я не заходил. Я говорю, я подойду здесь. Ну, натуральная такая. И потом она говорит, почему? Я ей объяснил. Вот я говорю, Руф и Санан, как-то мы разговаривали по Луне Руда, она стихийно любила, да, у нее где-то даже автограф там может найти. Литературная коллекция, тоже литературная, классическая, поэзия есть. И я принес ей книжку, подарил, признаюсь, я жизнь называется. Он о себе писал. Вот. И он там вспоминает такой, значит, момент, когда он пришел какой-то график, она взял пирожок. И она показывает драгоценность. Он посмотрел, я говорю, вернул. И через какое-то время она говорит, а где моя драгоценность? Он говорит, я же вам верну. Ничего вы меня не возвращали. Но, правда, потом она нашла. И вот я, мне понимать, я когда это... Я ей говорю, Руф и Санан, вот вы по-другому вы почитайте, а потом я ей откровенно говорю, я боюсь. Боюсь. Мы в подъезде решали, если летом, то на скамейке, с дверью, у меня фотографии есть, я фотографирую. Вот. Ну, таким моментом. Ну, что еще? Короче, она была безотказная. Она, вот, я просил, у меня компьютера нет, она все это перерывала. Вот. По московским деревням тоже, вот, когда я занимался волосы, деревьев, все это. Она помогала мне. То есть, помощь неоценима просто. Ну, и что? В последнее время мы с ней немножко, так сказать, я-то понимаю, что у нее процесс я не могу там это, ну, я это, и она говорит, вы можете мне не звонить. Я говорю, я понял. Не звонил, а потом мне уже Далина Григорьевна говорит, она очень хочет, чтобы я это не звонил, я не буду звонить. Потому что человек сорвется, я вот честно... Может, последствия. Да, и зачем мне это надо? Я говорю, я не буду. Вот. И так вот, человек, как вы правильно говорите, значит, она попала сначала, видимо, в больницу, это я точно не знаю, сначала, а потом сын ее забирал домой и в больницу. А потом в этот соц, как она называется, не больница, а в соцобеспечении. Ну, пациона, пациона, пациона. Вот, я когда приезжал туда, в жилье, мы сказали, что-то не слуху, не слуху. Я поехал, поехал, сначала поехал к властям, керунь, все, ну, кто такой, я говорю, вот мой паспорт, вот мой этот, не, ну, что вы, там прибежал, вот, я говорю, мы не можем, я говорю, поехал на другой раз в соцобеспечие, там, четко мне сказали, все, говорит, она, вот, сын ее забрал, мы, говорит, ее, будем, наверное, снимать с учета, ну, все, что еще она жива, то есть, вот, это нас, я, Дарьяни Григорьевна не доложил, вот, ну, и в декабря, это у меня, Григорьевна звонит, говорит, она ушла, ну, конечно, очень жаль, но, что скажешь, жизнь, жизнь, даже, конечно, она у меня навсегда осталась с этим, вот, вот, она мне делала список своих опубликованных работ на нескольких страницах, последняя книга, насколько я знаю, это «Камень и город народной культуры», первый тираж вышел всего 10 экземпляров, это пробный, а второй 250 экземпляров, и все это она издавала за свой счет, потому что эти издательства, такое там научное, где она издавала про реки, происхождение имен, реки, озер, это издательства, ну, грант, там, какой-то грант, нет, и вот так она за свой счет, рассылку она тоже производила за свой счет, как она говорила, по всем вот этим, цитетам, пятой книги, последнее издание, 250. Все это у меня осталось в памяти и так далее. Да, еще у нее вышла такая художественная книжка, я что-то название, не хотел ее взять самую. Так было суждено. Вот, точно. Вот, это почти, значит, она очень такая автобиографическая система, вот она мне рассказывала и повторяла, что она очень любила отца своего, сильно любила, вот как они в этом самой Алужской области жили, и было плохо, но поскольку в отец работал егерем, он, ну, имели мясо, будем так эгерски в зубое время, но не имели мясо, и так прожили. Вот. Ну, я не буду говорить то, что она мне рассказывала про некоторые другие шлюстили, потому что, ну, некрасиво было с моей стороны. Вот, а так, это был человек, конечно, вообще поменял память, насекратно. Конечно, вы близкий были, человек, это, подтолкнули ее к интересу к этим синим, к камням, подла на целую. К камням ее, да, подтолкнул, я ее еще когда на Никольской была. Даже когда? Да, тогда, когда с докладом я там выступил. Ну, вот она с синими. Ну, и потом. еще кто-то хочет высказать? Ну, я могу сказать мало, в общем, как бы, я, так сказать, не так давно, так сказать, заочно, я с ней познакомился очень давно, я вот сколько себя помню, и все ее книги, вот эти вот, я всю жизнь, сколько себя помню, я вот интересовался этими вопросами, ну, вот как-то вот я даже и не думал, что я вот как-то с ней вживую познакомлюсь, а оказалось, что я, в общем, даже с ней советовался, она мне советы давала по поводу книги, вот я вот книгу издавал, ну, я так это, был начинающий писатель, вот, вот у меня там были свои огрехи, потому что я, как бы, ну, ну, не совсем критично подходил к источникам информации, скажем так, вот, значит, да, и она вот мне объясняла, что вот, значит, вот как правильно, вот, вот, и вот сейчас я, так сказать, подготавливаю вторую версию книги, я вижу, что она после ее советов, вот она значительно лучше выглядит книгой, это, к сожалению, жалко очень, что Руфи Александровна, вот, я вот, я рад, что я вот, так сказать, застал ее еще, так сказать, в относительном здравии, и, в общем-то, значит, она со мной беседовала, так, хотя, в общем, я, в общем, дилетант, как бы, в этом плане, вот, ну, как же, я вот, в общем, как бы, занимаюсь геодезией, через геодезию, через географию, я вот так пришел к этим названиям, вот эти, через топографические карты, как говорится, вот таким образом я попал, вот в эту, в эту стезю, вот, значит, ну, вот я вот, с профессором Хреновым, я был лично знаком, который, автор, по-моему, этих, девяти или одиннадцатизначных, таблиц, тригеметрические функции, геодезических, вот, значит, он меня просто преподавал, да, ну, вот, значит, вот, значит, вот этот самый у нас, этот, Борисович Рыбаков, значит, историк, вот, я, так сказать, вот с ним так и не смог, так сказать, живьем увидеться, вот, а тут я был просто потрясен, прихожу на заседание топонимической комиссии, Глеб, и вдруг говорят, а где его, я думаю, елки-палки, да, это вообще, ну, удивительное дело было, так что, так сказать, светлая память, как говорится, очень жалко, то, значит, вот так все, ну, ну, что делать, по полу синих камней тоже очень интересная вот эта тема, вот, я вот тут вот, у меня одна глава в книге как раз тоже про них, но там глава маленькая, надо, наверное, еще дополнить, потому что, ну, это вообще, дополнять, это надо ездить туда, на места, так сказать, там все узнавать, места-то как больно, ну, которые вот, места вот эти вот, вот, переставлый Залеский, там, Ростов Великий, это, в общем, как бы тут достаточно близко, но ведь говорят, там еще же есть эти синие камни, которые вот на Ваге, в Архангельской области, вот, вот там, конечно, там вот дальние края, туда так просто не поедешь, да, к сожалению, интересные темы, очень, очень темы интересные. Спасибо за воспоминания. Еще кто-нибудь хотел? Одно слово буквально вдогонку, вдобавку к тому, что сейчас сказано, ну, мы очертили, конечно, бесконечный кругозор, Александра, ее научный интерес и огромный вклад, а вот, вот эти человеческие подсказки такие имели просто колоссальное значение для конкретно отдельно взятых людей. Вот лично для меня, сейчас вы когда говорили, я прямо вспомнил ее слова, я не помню, сколько, десяти лет назад, может быть, и больше двадцати лет назад, как раз, когда я только начинал с ней в том числе переписываться. И письмо, значит, на друг другу пишем, и она так деликатно и аккуратно молодому студенту говорит, Андрюша, вы, когда, перед тем, как отправлять письмо, вы обязательно его перечитайте. Вы тогда все-все-все опечатки, ошибочки, которые, вы их увидите и сразу исправите. И вы, знаете, вот я сейчас, когда мне уже за сорок, я каждый раз, когда я нажимаю кнопку «Отправить», я вспоминаю слова Руфи Александровна, учила этому перечитать, перепроверить себя. Это на всю жизнь будет со мною. Спасибо вам, Руфи Александровна, за этот вклад в судьбу каждого из нас, ну и в мою вот личность. Вот, кстати, пирюль фотография в 19-м году делал тот корреспондент, который вот это интервью у нее брал. Я, вот, я, конечно, железнодельское движение. Понятно. Так, есть ли? Да, вот как раз та библиотека ее, значит, стеллаж, который, да, сейчас, он. Есть желающие? Вы, Андрей Васильевич, вам больше всех есть, что сказать, Руфи Александровна. Я бы тоже хотела, меня слышно? Лена Юрьевна. Слышно. Выступить. У меня, прошу прощения. да, здравствуйте, во-первых, я не поздоровалась, у меня сломался наушник, и звук идет в один канал. Меня слышно? Да, ну, слышно нас было, да? Да, я вас слышала. Главное, чтобы вы меня сейчас услышали. Тоже хотелось сказать несколько слов, поскольку у нас сегодня вечер памяти Руфи Александровна. Вот, я сразу хочу сказать, что мы виделись только один раз с ней на вечер памяти Суперанской. Это было в 2014 году. Но мы много переписывались, когда я стала принимать участие в заседаниях топонимической комиссии. Она была заместителем председателя. Но для меня она была всегда при жизни еще живой легендой, потому что я часто говорю, что мое увлечение топонимикой начиналось с трудов Жучкевича, Поспелого, Смолицкой, Суперанской и, конечно, Агеевой. То есть, это был живой классик. И до сих пор вот эти персонажи, это мои учителя, мои образцы, на которые всегда надо равняться. Вот. И еще такой важный момент, что любой список литературы всегда начинался с ее фамилии, с ее книг. И то есть, пройти мимо книг Агеевой было просто невозможно. Но вот найти их в 90-е годы, когда я начинала писать кандидатскую диссертацию, было практически невозможно. То есть, их нигде не было. Я с большим трудом там, помню, тогда нашла ее книгу, и она меня просто восхитила и поразила. Книга была связана с происхождением названий рек, ядронимов. Вот. И сегодня у меня в библиотеке кранится только одна книжка. Руфья Александровна хочу ее показать. Тоже приблизительно на эту тему, как появились названия рек и озер. Вот она ее мне подарила лично, чем я очень горжусь. Как раз на вечере памяти с Операнской. И я сейчас вспомнила, пока слушала выступление предыдущих ораторов, о чем мы с ней тогда говорили на этом вечере. Я к ней подошла и сказала, Руфья Александровна, я прочла одну вашу статью, и она меня очень сильно удивила. Она сказала, что такое. Статья, я не помню, как она называется и подробностей, но статью она написала совместно с каким-то археологом. Посвящена она была сопоставлению ареалов ареалов райиславянских топонимов и археологических культур. Я тогда только начинала заниматься этой темой, только начинала делать первый свой атлас, и поэтому мне это было очень интересно, что кто-то уже написал на эту тему. Ну так, почему я это рассказываю, меня поразил вывод, который был в конце этой статьи. Ну, когда мы начинаем сопоставлять археологические и топонимические ареалы, мы предполагаем уже изначально, что, наверное, они как-то совпадут или совпадут в общих чертах. Но здесь вывод был совершенно феноменальный, что ареалы псковских длинных курганов и ареалы топонимии раннеславянского типа не совпадали. Хотя статья была именно об этом. И я к ней подошла и спросила Ируфе Александровне, я говорю, ну а удалось установить, с какими названиями сопоставимый этот ареал псковских длинных курганов или с какой археологической культурой сопоставляются раннеславянские топонимы на этой территории. она сказала нет, мы попробовали это исследование с археологом, не получили никаких данных, он потом что-то еще исследовал, но я от этой темы немножко отстранилась. я привела как пример, что это был один из первых опытов сопоставления топонимических археологических данных, что меня всегда интересовало. В качестве вывода мне хочется сказать такие слова, что мне кажется, Руфья Александровна относилась к старой школе топонимики и аномастики. Все ее статьи и книги написаны простым, ясным, доступным языком. Вот сегодня в современных, мне кажется, исследованиях это очень редко встречается. За сложным научным языком очень трудно уловить вообще какой-то смысл, для чего автор это писал. А вот про старых топонимистов, старой школы, вот это нельзя сказать. Поэтому я думаю, что это для нас просто нетленные образцы всех сочинений и статьи, и книги. Я думаю, что и книги Агеева будут еще очень долго востребованы. Наверное, это лучшая награда для ученого, когда его труд, его книга переживает автора и она пользуется спросом, она пользуется интересом. Так что думаю, что и труды были не напрасны. И хорошо, что мы сегодня вспоминаем, пусть земля и будет пухом, и пусть мы будем долго-долго помнить. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо большое. Еще есть желающие? Нету больше? Ну, давайте я тогда в заключение немного скажу. я вот подумал о чем, что профессионально получила хорошее университетское образование, закончив роман о германской отделении. Поэтому она как-то уверенно и прочно вошла в топонимическую науку. Вот, ее кандидатская диссертация потом отразилась в монографии. это гидронимия русского северо-запада как источник культурно-исторической информации. Значит, смотрите, второе издание было в 2004 году, а третье в 21-м. Значит, эта книга востребована, но вот это второе издание, оно издано, видите, на такой газетной бумаге, которую сейчас, наверное, несложно найти. Так, вот она подарила мне эту книгу второго издания, да, в 2010-м году. Затем, смотрите, «Странные народы, происхождение, название». Вот, это уже книга 1990-го года. Ответственным редактором был, ответственным редактором был Эдуард Макарович Мурзаев. И, наконец, вот то, что Ильяна Юрьевна показывала, мне тоже автор подарил, это, как появились названия, «Река-озер», популярная гидронемика. Исследование Руфи Александровна всегда отвечает на глубина и обстоятельность. Если посмотреть на список использованной литературы, то он, в общем-то, исчерпывающий и включает работы как отечественных авторов, так и зарубежных. Поскольку Руфи Александровна хорошо знала иностранные языки, она вынесла существенные коррективы и в иностранную часть библиографии, над которой мы вместе с ней работали, издавая наши сборники «Вопросы географии». сборник, посвященный памяти Евгения Михайловича и последний наш сборник, 146-й. То есть, она очень скрупулезно воверяла все иностранные источники. Безусловно, вот, многие справедливо отмечали, что она очень доброжелательно относилась вообще к людям и к молодым начинающим исследователям. никогда не отказывала в помощи, очень заинтересованно участвовала в студенческих эпидемических конференциях, задавала вопросы, оценивала. Так, ну, из личного могу вспомнить один, в общем, забавный факт, связанный с тем, как мы познакомились с Руфио Сан. Мы познакомились с ней в середине 70-х годов. Она тогда работала в ИНИОНЕ, в Институте научной информации по общественным наукам, в секторе лингвистики, которым руководил историк языкознания Федор Михайлович Березин. Но мой научный руководитель, когда я спросил, чем они там занимаются, в общем, то он так, немножко жутливо сказал, они, говорят, выковыривают изюм из булок, пишут рефераты, значит. Вот. А до этого значит, мой научный руководитель предложил мне написать реферат по поводу работы Анатолия Павловича Непокупного, это такой украинский исследователь, он написал, значит, монографию «Балта-Северно-Славянские языковые связи», изданный в Киеве в 1976 году. Я, естественно, с интересом прочитал эту работу, написал реферат, и мы с ним отправились, с моим научным руководителем, в Эдивон, к Березину, чтобы, так сказать, поговорить о том, как опубликовать этот реферат. Он, в общем-то, небольшой, но он и реферат. И оказалось, что реферат на эту же книгу написала роль Асана Акиева. То есть, моему научному руководителю нужно было этот вопрос, так сказать, проработать, прежде чем. Но, в общем-то, мы поговорили, побеседовали, расстались с друзьями, познакомились, вот, и наши контакты, конечно, усилились после того, как Евгений Михайлович уже не смог руководить комиссией. Вот тут во многом была поддержка Ирина Александровна в мою сторону, вот, и, естественно, без ее участия не могло бы выйти и последующих сборников, и новых работ, новых монографий. Она до последнего дня, в общем, оставалась верной науке, трудилась, писала, вот. Она занимала активную общественную позицию, сотрудничала с газетой Жулебина, писала для них статьи на общественных началах. И, в общем, конечно, образ этого человека замечательного, наверное, навсегда сохранится в нашей памяти, мы будем обращаться к ее трудам, будем вспоминать ее качества, и это, я думаю, поможет в нашей дальнейшей топонимической деятельности. Есть у кого-то что-то добавить, дополнить? Все справедливо, все. Нет, спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем заседании, мы вспомнили Руфея Александровна, в принципе, мы никогда о ней не забывали и забывать не будем, она остается членом нашей топонимической комиссии. Спасибо. Спасибо всем и до встречи на студенческой конференции. Спасибо. До встречи. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Можно писать? Да, конечно. Пожалуйста, да. бить. Какая? Про камни? Да. Ее не взяться, она очень тяжелая. Она тяжелая. Там мелованная бумага, может подойти пожалуйста у нас завершилось до заседания но ничего не работает ничего не работает нужно запись остановить завершил